Эта история, конечно, из серии, но ничего себе, сходила за хлебушком. День, когда она купила билет, не предвещал, в общем, ничего необычного. Сначала забежала на почту, потом в супермаркет. Словом, все как всегда. Зашла в магазин и купила билет. Женщина на кассе говорит, а что, выигрываете? Я говорю, да, выигрываю по сто рублей, тысячу. Домой пришла, через день или как-то идет реклама на ЦИН-ТВ. Чья это квартира, чья это квартира, вы не знаете, я не знаю. Я прохожу по комнате и говорю, наверное, моя. И попала в точку. Шутка, в которой не осталось и доли шутки. Вот она, та самая квартира из телевизионной рекламы. Новый дом, последний этаж, три комнаты и большая терраса с видом на город. Красота, шок. Какие квартиры, никогда таких не видели. Большая, красивая такая. Очень понравилось, что вот такие. Можно выйти, здесь можно сад сделать. Красивая квартира, конечно. Полтора года пенсионерка Валентина Паренкова покупала билеты жилищной лотереи скорее из спортивного интереса, чем из желания крупного выигрыша. Бывшая воспитательница детского сада объясняет, такое уж нашла себе развлечение. И вот очередной розыгрыш и крутятся шары в лототроне. Стоп игра! И стоп игра! У нас есть победитель! Он приобрел свой счастливый билет в Карелии. Мы отрежеем поздравляем вас! Вы выиграли трехкомнатный квартир в Москве площадью более 100 квадратных метров с панорамным видом на город и 10 миллионов рублей! Так сбылась очевидная мечта любого участника лотереи – однажды проснуться миллионером. Она прибежала утром, мы только-только встали, она стучится в дверь и говорит «Марина, я выиграла, мы не поверили, давай проверять по интернету». Вот так и узнали, что бабушка выиграла. Приехав с внучкой в Москву, посмотрев квартиру и по достоинству оценив вид из окна, пенсионерка решила, что переезжать в столицу она все же не будет. Дома в Карелии и дети, и внуки лучше уж им поможет, купит дачу, съездит на море, давно мечтала. А часть выигрыша обязательно отправят на благотворительность.